Башкирская содовая компания получит в разработку не тот шахан, который просила. На совещании у вице-премьера правительства страны Дмитрия Казака достигнуто соглашение, что БСК передадут гору Куштау, которая не имеет охранного статуса. Ранее в компании неоднократно заявляли, что им подходит только Тратау, охраняемая законом. В правительстве республики эту информацию подтвердили, сообщив, что договоренности были достигнуты накануне. В БСК ранее настаивали, чтобы власти республики передали в разработку гору Тратау, наиболее подходящую, по мнению компании, по химическому составу для производства соды. Однако временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров настоял на том, что если речь идет о разработке шаханов, то это может быть только Куштау. Напомню, Тратау, или, как еще произносят названия этой горы, Торатау, является священной для башкирского народа и имеет природоохранный статус. Она будет сохранена. По словам представителей БСК, все это будет иметь отрицательные финансовые последствия для компании. Глава республики Башкортостан Радий Хабиров занимает очень жесткую позицию в отношении невозможности разработки Тратау. И в этой связи наша компания не видит дальнейшей перспективы предпринимать попытки обсуждать данные сырья. Весь наш предыдущий опыт в Куштау свидетельствует, что там нет необходимого объема, неискомого качества сырья для обеспечения стабильной работы нашей компании. Понимая, конечно, что с нами связаны судьбы не менее 50 тысяч человек в Тритамаке, мы будем оставаться социально-освязанной компанией, несмотря ни на что. С 1960-х годов содовая компания разрабатывает Шахан-Шахтау, запасов которого, по прогнозу, ей хватит максимум до конца 2022 года. На подготовку к разработке нового месторождения, как заявляли в БСК, потребуется около пяти лет. Временно исполняющий обязанности главы региона Радий Хабиров улучшил позиции в рейтинге влияния губернаторов. Он переместился с 30-го на 24-е место. Результаты исследования опубликовало Агентство политических и экономических новостей. Рейтинг составили по итогам ноября, и позиции первой тройки по сравнению с предыдущим месяцем не изменились. На первом месте мэр Москвы Сергей Собянин, на втором глава Чечни Рамзан Кадыров, на третьем руководитель Татарстана Рустам Миниханов. Замыкает топ-10 губернатор Красноярского края Александр Уз. По мнению аналитиков, рейтинг руководителя нашей республики укрепился после избрания на должность мэра Уфы Ульфата Мустафина. Также по-прежнему значимым фактором остаются вопросы распределения федеральных трансфертов на формирование транспортной и социальной инфраструктуры на местах. В 2018 году более полутора тысяч жителей Башкортостана в возрасте до 30 лет прошли обучение по программе «Ты предприниматель». Благодаря проекту в республике появилось 154 новых бизнеса. А в этом сообщили в Министерстве молодежной политики региона. Госпрограмма предусматривает преимущественно консультационную помощь и финансируется из федерального и регионального бюджетов в пропорции 98% к 2%. Москва выделяет средства на конкурсной основе. Главный критерий – практика прошлых лет. По итогам 2017-го республика показала один из лучших в стране результатов, говорят в Миномолодежи. Сумма финансирования федеральных средств – 10 миллионов 796 тысяч – это первый показатель по объему финансирования на регион. В первую очередь это связано с тем, что в республике очень высокая деловая активность и есть определенные макроэкономические показатели, благодаря которому Министерство экономического развития предполагает, что у нас будут выполнены те показатели, которые нам ставят. Вот, например, Анна Холкина из города Октябрьского уже 5 лет держала собственное кафе, а когда узнала о программе и прошла обучение, говорит, если бы сразу прошла курс, могла бы избежать многих ошибок. Сама программа изменила очень многое. После этой программы мы разрабатывали бизнес-план стартовый, как стартануть. И мы именно эта встреча как бы изменила. Мы не только начали развиваться как кафе, и мы как раз запустили игровую комнату благодаря этой программе. По мнению собеседницы РБК, программа в первую очередь полезна начинающим предпринимателям. Эксперты учат пошагово буквально всему. От регистрации в налоговой до составления бизнес-плана, от поиска сотрудников до разработки маркетинговой стратегии. Планы большие, поэтому, надеюсь, программа поможет, потому что с самого не всегда получаются какие-то мысли, а здесь и круг общения, и уже люди, кто прошел этот путь, уже есть хороший нужный совет, чтобы это все развивалось все быстрее. В следующем году программы в ее нынешнем виде не будет, отметили в Минмолодежи. Однако направление продолжит развиваться и будет получать господдержку в рамках национального проекта популяризации предпринимательства. Сейчас переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар снова просел на 8 копеек, 66,73 евро в минусе на 9 копеек, 75,60. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка и продажа доллара в банке «Финам» за 66,85 и 67,12. Наиболее выгодные предложения по евро также в банке «Финам». Покупка – 75,95, продажа за 76,29 руб. К этому часу пока все. Оставайтесь с РБК.